Если еще в 2015 году было понятно, что это захваченное государство, считаете ли вы решения Конституционного суда за этот период несвободными? И стоит ли их пересмотреть на вопрос конституционности? Ну, вы понимаете, да, что я сейчас подведу и к решению изменения Конституции в части решения 4 марта 2016 года? Логика абсолютно четкая, понятная, простая, ненавязчивая. Коллегам, которые так утверждают, я хочу ответить максимально просто, что то решение было принято в определенном контексте, да, и сегодня они призывают отказаться от этого решения и перейти к выборам президента в парламент, потому что так будет правильно. И я рассматриваю с точки зрения эффекта, да, от того, что происходит. То есть идея состоит в том, чтобы уйти от президентских выборов в прямых к президентским выборам в парламенте. Все мы, которые утверждали, и даже те, кто утверждает то, что решение 4 марта 2016 года сомнительное, все мы говорили о захваченном государстве. И все мы говорили о том, что в парламенте, там между собой щеки и так далее, и пусть люди выбирают президента. И тут, вот я наблюдаю с моей точки зрения, даже не вдаваясь в матанализ, здесь просто очевидная логическая неувязочка выходит и противоречие. То есть мы предлагаем вернуть полномочия президента по выборам президента в парламент, и мы считаем, что это будет более демократично. Это первое. Второе. Юридически Константный суд не должен каждый раз создавать новую реальность и влиять на политический. Эта практика была. Но, исходя из того, что произошло в такие цепочки событий, мы выступаем за сохранение прямых выборов президента. Мы могли бы социалисты вернуться... И эти же люди, которые нас обвиняют в этих вещах, эти же люди говорят, подождите, а почему там социалисты не... А, нет, вот в чем было это интереснейшее обвинение, что социалисты пойдут в Константный суд обжаловать то решение, чтобы вернуться к выборам президента в парламенте, потому что им выгоднее выбирать президента в парламенте. Так я пытаюсь понять, господа, где ваш крестик, трусы, вот вы как считаете... Вы знаете, мне вот это... Я закончил. Кто носит какой, да... Подождите, Лилия, но вы здесь цитируете определенных деятелей, которые продвигают в общественное сознание пространство определенной вещи. И мы не можем не говорить об этих деятелях... Я вообще-то здесь цитирую декларацию о захваченном государстве, о том, что все институты власти были захвачены как минимум с 2015 года. Мы считаем, что прямые выборы президента в данном случае и в ситуации Республики Молдова, это скорее более демократично, нежели выборы президента в парламенте. Мы, партия социалистов, финансировали еще несколько лет назад сбор подписи для референдума по изменению в этой части Конституции. И мы всегда выступали за прямые выборы президента. Мы считаем, что это гораздо лучше, чем выбирать президента в парламенте, в котором скорее договорятся какие-то группы и элиты. А люди почему нет, почему выберут главу государства?